Нет, настолько незначительно, что, говорится, и даже воду мутить не надо. Я это понимаю, ненаучный подход, да. Когда тот же Геннадий Фас, когда ему что-то надо серьезное, то посмотрит, он смотрит немецкий всегда, открывает Библию. А как там? Знаешь, тут я скажу так, когда меня говорят, мне говорят, и начинают сравнивать, это разная величина. Отец Геннадий, образно говоря, это на елке высоко горит звезда, а я под низом, там какая-то песчинка, ему дано столько. И когда меня спрашивают, а вы могли бы так написать эти дни, когда? Отец Геннадий Фас, это особой величины звезда, пришедшая в православие из Менонитов. Я не знаю, там, конечно, никакого Бориса Пивоварова с его званием я рядом не буду ставить. Отец Геннадий, это феномен в своем роде. Вот для меня, он везде пишет, Игнатий, для меня духовный отец, я у него в доме пришел, я для него. Ну, это да, так и есть, но на самом деле мы разные-разные, настолько разные. Я всего лишь, ну, только вот я работаю с людьми, а он научный работник. Он разные переводы берет, вот эти этюды его взять, пятую страницу считаешь, первую забыл уже. У него все, там, возьмите песни, песни, я ее называю книга столетия. Всех святых отцов по одному стиху, где сказал, обрывок, все с того купить. Вот сейчас говорят, толкование по количеству. Лучше, чем отец Геннадий собрать и опроверживать разные сектантские, просто нету. И поэтому я с его разрешения включил в свой трехтомник. Это лучшее, самое лучшее. Примерно 10 святых отцов, всех обработал. И всех взял самое лучшее. И в современном виде представить. Вот что. Вот это он призвал. А я мог только что. Он говорит, да, на эту работу меня Игнатик подвинул. Единственное, что я толкнул его на эту работу. Но когда он уже начал работать, я понял, мешаться под ногами не надо. А теперь, когда он написал, я ее озвучил. Мы насчитали на пленку, да, печатать не забыло. И раскатили по всей стране и за рубежу шло. А потом уже напечатали там журнал «Новая Старая». А теперь я уже от него беру. А те, которые печатали, там, Миндалек, они на меня. Да вы, мы еще сами не издали, а вы уже берете. Я говорю, вы еще не печатали, а я уже насчитал его. В моем доме это написано, ребята, спокойно. И поэтому он поставил мне два условия, отец Геннадий Павлович. Указать, с какого журнала «Новая Старая» и «Благословение Епископа». Я выполнил. И Геннадий Павлович приехал, Андрей Кураев-то. А он говорит, у меня один экземпляр и не дал. Я Андрей Кураев ко мне завернул. А Андрей Кураев очень умный, он сразу определил. Я думаю, хватило его у него ума, чтобы разобраться, что такого больше нигде не найдет. Игнати Игнатий Игоревич, а семь дней по святой земле, семь дней на святой земле не вы начитали? Что? У отца Геннадия книга «Семь дней на святой земле». О, это вопрос другой. Это его личное мнение. Нет, это не вы начитали эту книгу? Нет, я не насчитывал ее. Потому что она... Даже не помню, может, я насчитывал, мне кажется, нет. Я многое насчитывал. Я удивился, что она как-то есть в таком аудио. Да, он как ездил, где был. Есть моменты, с которыми я просто смеялся. Есть где сокрушался и написал живым, красивым языком. Но когда он там под стол полз, и там ямочки и крестик туда опускал, и тут я уже батюшку позвал отца Акима, и говорю, ну-ка, считай. Что, крест-то потерял силу, и надо туда лезть, а другой священник не может, и у него крест имеет меньшую силу. Думаю, что он это делал не для себя. А был рядом епископ Антоний, с которым они смертельно буквально разойдутся. Я знал, это рано или поздно случится. И, конечно, я на стороне Геннадия, что у него какой-то конфликт. Он прав. Но таких, как отец Геннадия, я просто не знаю. Ну, просто нету, и все. Он один. Ты же не будешь ровнять со снимки? Да нет, зачем? А? Зачем? Ну, сейчас же Арсений появился. А? Арсений появился, Соколов. Ну? Игумен. Я не знаю. Ну, это его духовное чадо. В Португалии сейчас, в Лиссабоне. Арсений? А по мере как? Соколов. А, не знаю. Это Лиссасибирский был. А от этого была эта... Маркевич, кажется, по мере... Нет, это Юревич. Это Андрей Юревич. Другой. А Соколов Арсений, он сейчас наставитель в Лиссабоне. Он... Новую книгу у него сейчас вышло. Толкование Рока Амоса. Может быть. Амоса. Я не знаю, надо ли толковать. Амос, только может быть 8 глава 11 стих истолковать. А остальное... Уже все в прошлом. А когда меня спрашивают о прошлом, я говорю, заботиться о настоящем и о будущем. И сейчас на встрече. Зачем мы в Лиссабоне, когда ничего уже нет? Меня интересовало толкование третьей книги Везда. И когда я прочитал, что все это к прошлому относится, я ее закрыл, мне она не нужна уже. Я беру отдельное выражение, такие броски где-то. На этом все. Мне нужно сегодня знать, как людям показать Христа. Как самому быть со Христом. Как быть движенным Духом Божиим. Как расслышать голос Божий. Как ответить на призыв Божий, познать его волю святую. Меня вот это интересует все время. В каждой молитве. Отвечает ли Бог? Или я сам по себе сущусь, пытаюсь что-то делать. Боля Божия постигается, конечно, с большим смирением. Вот мне надо. А оно все не так идет. Сегодня у нас совсем не так. Прервали полет. Мы с таким размахом пошли сегодня. Уже замыслы были. Сегодня не так. А когда было так? Второго века было так когда-нибудь? Как именно? Ну вот так как надо. Что бы всегда было так как надо? Есть такая поговорка. Если все как надо и нет сопротивления, то дело Богу не угодно. Так что. Понимаешь, мы до конца не осознаем как надо. Нам только кажется маленьким опытом своим, что надо было вот так. А когда получится, даже не по-моему. Как хорошо, что не по-моему. Нет, я имею ввиду, что я понимаю, что сейчас все вот, как говорится, пришел бы Христос, он бы в церковь все и не узнал бы. Как не принял фарисеев, которые считали себя наиболее такими близкими к истинной вере. Но взять историю христианства, и мы видим, что вот лучших времен лучше, чем сейчас. Но если, ну, чуть-чуть, развеется. Свободы. А свободы такой никогда не было. Я так постоянно вообще про Павлия говорю. Не в России, и может даже в мире не было, какую свободу Бог дал во время Перестройки. И сейчас? Но я постоянно подчеркиваю, вот для занятий в университетах, мы воспользовались по полной программе. У меня же и занятия в разных университетах, три радиопрограммы, во всех отделах милиции, в воинских частях, на всех заводах, фабриках, техникумах, десятках школ. Даже трудно было найти место, где бы я ни пропавил. Воходим в городке, там, по телевидению. Даже домой приходил, я не знаю, раз в день обедал или нет. Прихожу домой, у меня у двора стоят машины, два полковника из разных частей. Мы решили зафрахтовать самолет, чтобы вас перевозить с места на место. Я в кинотериатах выступал, где меня протаскивали по коридору, чтобы до сцены вытащить. Мы воспользовались этим. У меня столько было занятий. Такие аудитории. Я столько литературы доставал и давал считать, и вся литература уходила. Хотя я говорил, возвращайте. Чтобы не возвращалась, я даже рад был. Значит, читают. Почеркал, такой свободы не было и не будет больше. Люди хватятся, но мы воспользовались. Я сейчас только показал. Вот такие книги у меня, 38 книг вышло. Какие книги? Во всех библиотеках. Только нынешне мы 84. 85 библиотек распространилось в Киеве. Сюда приехали сейчас в Томинскую область, в Калисетии. У нас с машиной непорядок. Мы разгрузились и уходим. Уходим. А потом можем заявиться сюда. На Кемерово начнем. Уже по Кемеровской области мы работаем. Уже там Прокописк, это все мы прошли. Я вижу, какие люди относятся к этому. Ну, Бог его знает. Игна Книтич, Игорь Ильич. Еще. Сейчас социальные сети, вовлекаются в них молодежь, подростки. Куда? Социальные сети. Ну, компьютер, интернет. Да. Вот типа ВКонтакте, Фейсбук, ну, в общем, здесь все социальные сети. Вот на Ваш взгляд, не может ли это оказаться площадкой для проповеди вот в социальной сети? Ну, смотря кто как пользуется. Допустим, ВКонтакте, одноклассники, я считаю, за нечто. А Майл.ру все. Более современной системы, чем Майл.ру, нету в интернете. Нету, я знаю. Я почти каждый день 14-16 часов сижу в интернете. У меня, ну, я вначале думал, как машина ограничивает количество друзей 500. И вдруг меня научила одна монахиня и говорит, а ты сделай вот так, когда все уже заполнится, бери бегунок и насильно его тащи вниз. И он, когда протащил, он меня на 3 тысячи по это делал. Она говорит, это не все, он до 10 тысяч тянет. И теперь одним щелчком я отправляю на эти тысячи. А я отправляю материалы, которые у меня есть. А куда отправляете? По какому адресу? Да не по какому. Вы можете себя, друзья, добавить. Все. Сколько? 3 тысячи? 3 тысячи? 3 тысячи? 3 тысячи? Все получают щелчок, и все получили. Это песнопение. Я в файлы приклеиваю туда фильмы, приклеиваю наши ролики. Они у меня стоят, они там берут. Мои ролики, которые у нас занятия, перекачивают адвентисты, баптисты. Я у них случайно нахожу. Значит, оно им нравится, если они в свой архив это все себе перетаскивают. Каждое воскресенье занятия, все там. Стихи, фотографии. Вот у нас, у меня только она, снятых 530 роликов. Это занятия все, которые ведем, уроки, там все. И если это стих, там тебе рот, а потом спрашивают. Значит, там очень и очень много для них. 3 тысячи 800 фотографий. Я начинаю фотографии рассылать, она принимает сразу, ну там в общем, каждая фотография, тянет, допустим, где-то она на 70 знаков, а всего принимает 4 тысячи. А я довожу на 399, 3999 и надо довожу. Бац! 3300 человек получили. Я могу это делать до пор, пока я не опротивляю. Но я не злоупотребляю, один раз в два дня, допустим. А иногда бывает за раз несколько посланий. Притом прикреплять могу туда целые книги. И эта книга одновременно прикреплена на 3300 человек. расходится. Ничего это ни в одноклассниках, нигде нету. И Mail.ru все время совершенствуется. Все время. Так это я говорю, только малую часть, то, что у них там есть. Там и музыкальное оформление можно посылать. Там эти, можно сейчас создавать трансляции. А? В Mail.ru можно создавать трансляции. Вы сидите, говорите, и вас много человек смотрят, там, задают вопросы, и вы вживую языком им отвечаете. То есть это настолько совершенный текст. Нет. Ты вот как перед веб-камерой сидишь, говоришь, все как телевизор смотрят, видят тебя. Тут ниже окно, то есть ты можешь писать туда. Как конференция. Мы, все, кто сидят перед этим, пишут, Игнатий может читать, и все его видят, и слушают его. То есть это уже... Mail.ru совершенно... То есть он как раз дает, то есть он может не писать, он только читает и отвечает устно на вопросы. А мы все уже пишем и слушаем вопросы. Сколько пишем, что не спрашивают. Ага, на классике я садим. Тюху, опять нигде нет еще. Здесь все совершенно... Мы сейчас через под камерой как это называется? Нет, Sky. Sky, да. Sky пограничена. А здесь именно ты создаешь трансляцию и может любой человек зайти, ты можешь открыть ее только для друзей. То есть писать туда могут только друзья. Потому что есть посторонние заходят и начинают там что попало писать. Ты открываешь только для друзей, кто из твоего списка могут писать, а остальные могут только смотреть, писать ничего не могут. Ну это условия, если эти друзья на Mail.ru сами работают, правильно? Да. Смотри, но подростки, они не сидят в Mail.ru они более простые системы. Но там тоже есть подростки. Вот как раз трансляции и подростки там есть. Вот как раз в контакте это сегодня... Не поминай даже этот дохлый контакт. Знаешь, как раз таки там более этих можно... Даже проценты вместе с ней взят и не составляют отмолок. По технологии, конечно. Нет, по технологии, да, и там более адекватных встречаются. Ой, хулиган, залез, я вот сейчас только предупредил. Он, как я сейчас в черный список, он больше никогда не зайдет и не посмотрит. Это делается в течение нескольких секунд. В черный список и все закончилось. Я его запечатываю. А что делать с теми, кто не в Mail.ru, а в том же контакте сидят? Или в Однокласснике? Ну, значит... В контакте кого я не просил. Скажите, как это можно сделать? Отвечаю, никак. Я бросил. А у меня есть традиция ВКонтакте, у Одноклассника, но они мертвые, все мертвые. Я распечатываю их, время потратил, пока ввожу пароль. Ничего там нету? Ну, в Mail.ru я выхожу, я вижу, сколько пришло за ночь. Вот я сказал, я уезжаю на 4 месяца. У нас будет благовестническая поездка. Мы уже приобрели машину. Как посыпались благословения. Там батюшки, епископы пошли. Да благословит вас Бог. Да все молятся. А утром я читал, читал, читал. Столько же открылось. Которые не отвечали никогда. И вдруг все как вспыхнули, священники, баптисты. Кого только нету. И все благословляют. Мы за вас молиться будем. А вот их я ничего не буду. И фотография каждого. И каждый старается какой-то подарок дать. Там подарков, море, розы, конфеты, что угодно они делают. И все так к тебе летит. И они все время его совершенствуют. Mail.ru это самая совершенная система в интернете. По общению. Так вот и что он говорит, все вместе. Там и почта получается, и вот эта социальная сеть. И оно все в одном большом этом. У тебя один аккаунт, и на него все. Я понял, я не ту проблему ставлю. Я переживаю, что вот эта аудитория, которая в контакте у меня, например, она в Mail.ru не перейдет, я потеряю ее просто. Нет. Ты можешь свой контакт, ты можешь ссылку туда поставить на вот эту страницу в Mail.ru и постепенно их туда перевести. А дальше уже исходить из той логики, как пропащие идут туда, остальные идут за тобой. Так, все, тема закрыта. Так, все, у кого вопросы какие есть? Давай, Игнать Тихонович. Единая карта москвича, там, ну, что-то такое, наверное, реально уже скоро к нам приходит. Что это надо принимать, не надо принимать? Это все из области паспортов, это все одно и то же. Я отвечу, ну, как я понимаю, и подтверждение нахожу, как в словах Яна Кристианкина и других, патриарх и Кирилла, я беру уже современных людей, это не печать Отечества, но надо упереться, насколько можно попытаться, вот как отец Кирилл Сахаров. Он единственный храм, который не принял ИНН. Он мне постоянно звонит, ну, сколько можешь подержись, ты примером являешься. А некоторые думают, ну, ладно, я тут, ладно, здесь потом, а уж придет Антихрист, тут я врежу. Ничего уже не врежешь, ты уже с Антихристом. Вот я преподаю в университете, я преподаю бесплатно, и вдруг ректор, у нас прекрасное отношение, узнает, что уже 15 лет я веду занятия бесплатные, он говорит, как же так? И не получаете нигде, он тут же делает распоряжение, и насчисляет мне, я насчисляет за, там, бизнесменами вел уроки, все-таки 2-2 пары часов провел. Я пошел такие деньги, я говорю, за что? За занятия. Да какая ставка? Профессора. Да какой профессор, у меня вообще нет звания? Звание профессора, да еще с какими-то там накрутками, там, заслуженный профессор. А как? А определили все, слышишь, определили там состав этот, учительский, бизнесмены, а это 15 лет, они мне там накрутили, там, там, видимо, неизвестно сколько. Ну все, бумагу выдали, я пошел. ИНН нужно, я говорю, а мы не получаем. Как не получаете? Ну нет, я выиграю процесс сразу, я знаю, этот процесс выигрыш на 100%, но я подумал, я ради этого старался. Я ушел, больше ни разу туда не пошел. Я потерял все эти сотни тысяч рублей, если они там были. Ну, я остался тоже самое. Нет, вопрос вот, я уперся. Вопрос вот, вы правильно сказали по сахарам, да, Кирилл, что вот он не принял ИНН. То есть, в принципе, я как бы понимаю, что это не печать Антихриста, что это удобно, пользу мы от этого получаем, для всех, в принципе. Вот до какого момента, ведь потом, когда мы уже все это вот возьмем и получим, будем пользоваться, мы потом от этого уже не откажемся, когда надо будет вдруг, то есть, окажемся в ловушке. Вот это хорошее рассуждение, их так надо преподавать, не навязывай никому. До какого момента, до какого момента, с сегодняшнего дня начинать. Вот сегодня с вечера, завтра может быть поздно. Я сказал, с какого момента, вот меня коснулось, но у меня нет, я, но ты пенсионер. Нет, конкретно, у меня тоже нет ИНН, но оно как бы мне пока не надо, в принципе, не печатный фигурс однозначно, но до какого момента, дело покажет. Ясно, четко, определение, не продать, не купить, а пока без этого, имеете вид, все ходят в магазин, покупают, и будете лишить всех. выходит вот эта карточка москвича, это уже не продать, не купить. Нет, но банковская карта есть. У меня? Да. В принципе, вот эта карточка москвича, это одна, то же самое, что банковская карта, она и паспорт заменит, все. Плюс паспорт, да. Плюс паспорт. То есть, это такая мультикарта, на которой несколько банков и паспорт. Ну вот, в конце концов, я по ней и покупаю, У кого уже есть банковская пластиковая карта, она... И пропуск это у меня, и проход, и удостоверение, и все. Ну так, в принципе, это оно и есть. Зажмут нас, отец, скоро? Да. Пока есть два года, мы ездим. Поэтому я очень спешил, и Господь прервал наш этот полет. Почему? Пока не знаем. Но уже маленько проявляется, хотя бы ради сегодняшнего вечера. Если бы не машина, мы бы здесь не были. Мы бы сейчас уже где-то наверху, в Томской области были. Мы гнали, и гнали, и гнали, непрерывно. У меня было в день посещение, дважды было. По пять, это уже обычно, по пять районов. Иногда по семь. Мы переходили с одного места на другое. Краткое выступление. Со всеми прощаемся. Выступаем на машину, и мы даже к машине подходить только бегом. Заправка только бегом. В машину запрыгивать буквально на ходу. Я до одной секунды все ужимал. И гоним машину до самого последнего, уже солнце касается. Теперь стоп машина, ищем место, где такое, чтобы листополоса уйти подальше, чтобы у кого-то закуток был, спрятать машину, иногда заложить. Срочно делаем печку, и начинаем затоплять, готовить ужин. Потому что ни при луне было. Готово дело? По ужину. МЧС не отлавливало вас? А? МЧС запретило огонь разводить в лесу. А это не лес? И в поле тоже. Это даже на дачном участке. Это лесополоса. И у ней бывает куртинка. Даже на дачном участке. У нас здесь везде запретили, дыма было, что ничего видно не было. Вы просто не видели, как мы делаем. Ну, может быть. Научу вас, смотрите. Здесь, если поймают, могут хорошо оштрафовать. Во-первых, нужно, чтобы не поймали. А дальше, чтобы ничего не оставалось, даже выжженной земли, и не было ни огня, ни дыма. Вот это все было вдумано. Правильно разжечь костюр, и поймали. Про вас ездили куда-то... Куда вы ездили? В Парбик. В Парбик, да? К инвалидам. Дом для престарелых ездил. Дом для престарелых там. Но их там не кормят ничего, они пошли в лес. Это чай... Так я объясняю. Мы уезжаем минимум, бывает, на 10 километров от ближайших строений. Уже время ночи. На самом... Вот самый момент, когда ночи, не видно ни огня, ни дыма. Это самый момент. Мы его убираем. У меня с собой саперная лопатка. Высокая, вот такой вот. Высоты черешок. Остро отточенная. Моя задача разжечь огонь, поставить в воду, начистить картошку, сыпать крупу и соль. Это уже его задача. Дальше мне нужно срочно выкопать туалет. Это моя. Зарывать будет только он. На утро. У нас все распределено. Я копаю траншейку. Вот здесь покажу. Смотрите, как вот эта вот доска. Вот это вот метр отсюда. И вот такой ширины, вот как вот эта плаха. Вот такой ширины, это 25 сантиметров. И 25 сантиметров глубиной. Пластик в сторону. Дальше ломаю толстые ногой ломаю вот такие штуки 4. Дальше ложатся в бумагах. Кора у меня, с собой мешок коры набранный. Все. А этот бежит сучки скорее собирать. Все, это бегом. Подготавливаем. Я начинаю ее разжигать. С собой у меня решетка. Решетка сзади от холодильника. Она, ну у нас 5-литровый чайник, 5-литровая кастрюля. Чтобы они как раз помещались. Примерно вот такая вот. От такой же ширины. А по ней 2 арматурины, чтобы не провалиться. Она лежит на арматуринах. Уши как бы это. Напротив этой. Зажгли. Чуть-чуть дым, дальше там внутри. Ну, и даже не могу сказать, за сколько вчера закипело? Ну, не больше 10 минут, даже меньше. Все. И дальше уже снимаем, второе раз наливаем, уже не подкладываем. А там горит и горит, как атомный реактор. Потому что весь жар находится в ямке. В этой траншейке. Ломаем вот такие вот. А то ногой переломил, там старые наши еще что-то туда сунули. Все вокруг. Нигде, ничем дальше, когда закончилось утром, пласты кладу на место, притоптал, листьями даже ненадежнее было. Ничего нигде нет. И в хвойном лесу никогда нет. В хвойном никогда. А только там, где тополя, и в стороне, и там ничего никогда не загорится, нельзя зажечь. Ну да, в хвойном-то нельзя жечь. В хвойном так нельзя. Нельзя. Мы в хвойный не заходим даже. Это тополя. Сырое все вокруг. Траву расчистил, там не зашает, и нигде еще. А может, просто ямку, наверное? Это все обдуманно? Не, удобно, чтобы дрова длинные, то, что тебе полены не будешь жать. Да, можно посмотреть, ведь она лежит здесь у нас в машине. А у нас, видите, круглые таганы, вот, нам круг удобнее делать. Я говорю вам, как у нас, два чайника и кастрюля, и мало, ну, мало-мало дров идет, совсем мало. И горит, и горит, уже сварилось. 20-30 человек. И горит, и горит. Поэтому у них другое количество. А? 20-30 человек они ездили. Сколько у вас есть? 20-30, я пошире сделаю, и все. Я могу две решетки такие положить, но большие, бедра по 10 литров, и разницы никакой нету. Главное, что, когда делают такой штырь, висит котелок, рядом, огонь, у нас огня нигде нету, он весь там внутри. И он его горит, и горит, и горит, уже скипятили, убрали, оно все горит, и горит, как будто я там реактор такой. А ничего нету. Я даже в интернет выставлю, думаю, это находка. Я сам пищи, был 40 лет, и я думал, все, как это сделать? Вот такую печку сделали, самой как бы пищей. Первым делом я начинаю искать место, где нет корней, чтобы прокопать. Прокопал, скорее затопил, вода все, и картошку чищен. А этот супит крупу дальше, чтобы не пересолить. Знад Тихонович, будем откланиваться, завтра на работу. А нам завтра раньше вашего оставаться, давайте закругляться будем. Это наш порядок, мы еще 4,40 всегда стоим. Читаем. Читаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени преснила в веки веков, а не Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. С нами Бог, и благодать человека, любви, и всегда на имени преснила в веки веков, а не... Мы сейчас пойдем, отнесем это все. Так, уходим. Ах, где горячее. Ребята,